Пока библиотекаря бережно упаковывают каждую книжечку Людмила Федоровна Харина, постоянная читательница седьмой библиотеки, последние дни наслаждается шелестом бумажных страниц и тишиной читального зала. Живет рядом, по соседству, да и здесь еще лет 15 назад нашла все, что нужно для взыскательной души. Мне она понравилась тем, что выбор литературы тут на любую тему, и музыка, и стихи вернее, и все, но про все можно. И газет много. Газеты я ведь не могу все выписывать, так ведь? Как нам сообщили в администрации города, библиотека закрывается из-за плохого санитарного состояния помещения и за доказательствами далеко ходить не надо. Мы заходим в книгохранилище, и что мы видим? Потолок покрылся плесенью, все стены в трещинах, штукатурка отпала. Да и сами сотрудники говорят, что библиотека серьезного ремонта не видела никогда. Ясно одно помещение на Парковом 7, в котором сейчас и находиться страшно, действительно, пока непригодно. Какова дальнейшая судьба этих залов? В мэрии не уточнили. Но вот книги не пропадут, ни один сотрудник без работы не останется, да и читателей не обидят. Принято решение перенести библиотечный фонд в другие библиотеки. Сотрудники библиотеки номер 7 будут переведены на работу в другие подразделения сети. Читатели будут прикреплены к библиотеке номер 5 по адресу улица Карла Маркса, 47, о чем их оповестят. Кстати, с электронными читательскими билетами книголюбы могут ходить вообще в любую библиотеку города, так что прикрепление – это просто формальность. О дате и времени официального завершения работы библиотеки на Парковом 7 будет сообщено дополнительно. И вопреки слухам, ни одну другую библиотеку в нашем городе закрывать не собираются. Евгения Хакшарова, Сергей Александров, Новости Верхникамьян.